Добро на колёсах. Подопечным некоммерческой организации «Очаг добра» в Черкесске требуется помощь волонтёров для доставки горячих обедов пожилым людям. Ежедневно организация готовит до 70 комплексных обедов, которые потом нужно развозить по адресам. Наша съёмочная группа присоединилась к одному из постоянных волонтёров. Репортаж Мадины Лайпановой. Помогать людям может каждый, так считает автоволонтёр Центра «Очаг добра» Фериде Токова. Вот уже три года эта хрупкая девушка помогает в доставке горячих обедов пожилым людям в Черкесске. Как рассказывает Фериде, раньше она тратила на это примерно полчаса в день, объезжая в среднем четыре адреса. Теперь же, с учётом того, что волонтёров не хватает, время увеличилось вдвое, собственно, как и количество адресов. На данный момент «Очаг добра» нуждается в автоволонтёрах, так как, к сожалению, не каждый день получается заполнить маршруты всеми автоволонтёрами. Кому-то приходится по несколько маршрутов развозить. Это осуществимо каждым волонтёрам, естественно. Только единственное, то, что еда может уже быть остывшей, пока она доедет до нужного подопечного. 75-летняя Раиса Михайловна – одна из тех, кому ежедневно доставляется горячий обед. Женщина живёт совсем одна, и порой за день ей удаётся поговорить только с волонтёрами «Очага добра». За эти драгоценные минуты она безмерно благодарна каждому из них. Доброта. Доброта. Улыбка. Пожелания здоровья, долголетия. Доброта исходит искренняя, человечная. Девочки вообще не знаю. Каждая приходит, как будто солнышко. Сегодня одно, завтра другое. Это вот в нашем возрасте, это такое великое счастье, вы не представляете. На данный момент на попечении организации находится 72 пожилых человека, которые не могут самостоятельно посещать центр. Собственно, им и осуществляется доставка. Как рассказывает руководитель «Очага добра», несмотря на то, что есть постоянные автоволонтёры, их, к сожалению, не хватает. Спасибо всем большое, кто причастен к такому добру, кто откликается. Кто-то может в какой-то период, бывает такое, что возможно отпуск, возможно какое-то свободное время. Это не получается постоянно. И поэтому периодически бывает, вот был человек, всё, у него сейчас не получается, и наши ряды пусть пустеют. Поэтому наш этот вопрос и просьба, она актуальна. Она актуальна, потому что волонтёры нужны всегда. Если у вас есть возможность и желание стать автоволонтёром, вы всегда можете написать сообщение на официальные аккаунты организации или позвонить по номеру. Плюс семь девятьсот двадцать восемь триста восемьдесят семь восемьдесят один девяносто один. Бадина Лайпанова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.